всем здравствуйте меня зовут Даша и в этом видео я покажу вам как связать вот такую шапку шапка идет со скрещенными лицевыми петлями видите они такие более рельефные что ли чем обычные лицевые и я покажу вам как вязать этот узор круговую она достаточно хорошо растягивается потому что она как бы сама по себе идет резинка один на один и покажу как вязать вот такую макушку без клиньев вот она кругленькая такая получилась вот сверху у нас будет она так выглядеть сбоку она будет вот так выглядеть хочу сразу предупредить чтобы не пугались что когда вы будете вязать макушку у вас вот здесь будут такие как бугорочки выпуклости да но видите после стирки она все ушло все ровненько поэтому но это зависит тоже от состава пряжи чем больше более натурального вас пряжи тем меньше вероятности что здесь будут бугорочки да вот после стирки она все разгладилась я ничего не отпарила все просто постиралась и вот стала таким вот гладеньким так и вязала я ее из бобильной пряжи которая который предоставил мне магазин italy клубочек это магазин бобильной стоковой пряжи в украине и именно это пряжа это у нас меринос с кашемиром этот метраж 300 метров на 100 грамм я еще потом будут видео говорить поэтому очень-очень хорошая пряжа очень мягкая и хорошо держит резиночку видите вот в общем долго бар болтать не буду давайте давайте уже вязать ну что приступим для вязания этой шапки я буду использовать пряжу это бобильная пряжа здесь 80 процентов меринос и 20 процентов кашемира в 100 граммах 300 метров достаточно достаточно толстенькая я бы сказала для меня да потому что ее не нужно сматывать несколько нитей я буду в одну ниточку вязать и вот получился у меня вот такой образец он немножечко распушился чуть-чуть может быть видно пушок и я бы рекомендовала все-таки использовать пряжу которая немножечко немножечко дает пушок для того чтобы он заполнял пространство вот в этих вот изнаночных полосочках да потому что они с этой стороны немного рыхловато и когда будет растягиваться шапка то может как бы продувать и чтоб потеплее было можно взять просто пряжу которая дает небольшой пушочек значит у меня здесь в этом рапорте в этом образце два рапорта да вот раз два мы будем считать по одному рапорту один рапорту то нас вот с этой лицевой петли до идет полосочки и вот по эту лицевую полосочку сейчас мы измерим это расстояние посчитаем сколько нам петель нужно набирать так здесь у нас вот один рапорт три с половиной сантиметра правильно теперь нам нужно узнать сколько рапортов нам нужно набирать для того чтобы попасть в общем размер например я буду вязать на размер головы 55 сантиметров да значит 55 сантиметров я делю на три с половиной чтобы узнать сколько рапортов мне нужно набирать вот мне калькуатор показал что 50 ой 15 целых и 71 сотая да где-то я буду считать 15 рапортов например потому что все равно шапка растягивается до вязаная поэтому я 15 умножаю на количество рапортов до 15 я умножаю на количество петель в одном рапорте на 12 и получаю 180 но 180 петель это учитывая то что шапка не будет растягиваться она у нас будет растягиваться потому что она и так как бы как резиночка да вот один на один получается поэтому мы возьмем и уберем я вот например уберу сколько 15 или 20 процентов убрать уберу наверное 20 минус 20 процентов у меня получается 144 петли а теперь мне эти получившиеся 144 петли нужно разделить на количество петель в одном рапорте да ну как бы чтобы у нас кратно было рапорту число я делю на 12 и у меня получается 12 рапортов красивое число ровное прям как по мне шито значит 12 рапортов это у нас по 12 петель у нас получается 144 петли я буду набирать 145 петель для того чтобы потом замкнуть все это дело в круг вязать буду на спицах вы можете там на носочных на каких угодно можете спот способом magic club я буду вязать на круговых спицах 40 сантиметров этим длиной чтоб ну как для вязания шапок до обычные спицы петли я буду набирать на спицы номер 225 основное полотно и буду вязать на спицах номер 275 значит ну петли и как бы нижнюю часть резиночки дамы будем вязать спицами которые поменьше размером на один на полтора размера даже поменьше так чтобы у нас шапочка внизу была такая более упругая значит набираем я буду набирать а самым обычным набором если вам сильно нравится итальянский набор потому что он здесь как бы должен по идее хорошо подойти потому что это как бы резинка один-на-один да у нас идет просто со скрещенными лицевыми петлями а я буду набирать самым-самым простым набором кто он там длинный край да где как он как называется значит 145 петель 1 2 3 4 и так до 145 так набрались 145 петель теперь мы выравниваем наши петельки чтобы у нас не перекрутилась полотно потом не ты не нервничать не снимать с петли не нервничать так все вроде ровненько значит первую одну петлю мы мы набрали 145 петель нам для нашей шапки нужно 144 петли значит первую петлю которую мы набирали мы перекидываем на правую спицу и вот этой последней петлю которую мы набирали мы ее как бы накрываем хоп все она у нас окольцовано подтягиваем ниточку все вот она у нас будет первая петля здесь будет незаметный переход теперь мы первый ряд мы у нас будет просто резинка один на один обыкновенная 1 лицевая 1 изнаночная лицевая изнаночная так мы вяжем до конца ряда все 144 петли резиночку один на один лицевая изнаночная лицевая изнаночная есть связали мы первый ряд резинка один на один да у нас осталась последняя возможность проверить чтобы полотно не перекрутилась все вроде ровненько так теперь давайте поставим маркер и теперь лицевые петли мы будем провязывать скрещенными а изнаночные как обычные изнаночные значит обычная лицевая у нас вот так вот вяжется да за эту стенку за правую и провязывается а мы будем подлазить сзади не за эту стенку вяжем а вот за ту которая у нас теперь сзади раз провязали теперь изнаночная у меня так как изнаночные бабушкина у меня тоже видите эта стенка сзади получается должно быть впереди но в общем провязываем обычный привычный для вас изнаночные следующую лицевую мы снова вяжем не за эту стенку а вон за ту скрещиваем да как бы ее на у нас получается скрещенная потом снова изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная они тогда лицевые получаются более такие рельефные что ли более выпуклые лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная так мысль вяжем снова до конца ряда вот провязали мы еще один ряд который у нас был со скрещенными видите уже уже даже видно что это она смотрится не как обычная резинка до 1 на 1 вот лицевая здесь более так выделяется и дальше мы снова вяжем вот лицевую скрещенную изнаночную лицевую скрещенную да не здесь вот но я беру 10 за ту стеночку и так мы вяжем нужное нам количество рядов вот сколько вы хотите чтобы у вас была более плотная до резиночка меня это обычно сколько там в рядов 15 14 15 вот так вот поэтому и ну именно этими спицами которые чуть поменьше да для резиночки чтобы потом перейти на спицы чуть побольше и начать уже вязать узор и так мы провязали резинку сколько нам нужно рядов там у меня здесь 14 все же рядов сначала думала 12 делать но думаю ладно уже пообещала 14 будет 14 вот такой высоты у нас будет резиночка именно которая будет по плотнее да вот видите у нее такие лицевые полосы и такие более рельефные чем вот если сравнить изнаночными которые на обратной стороне лицевые вот они такие рельеф некие и сейчас мы переходим на спицы большего размера у меня это спицы номер 2 75 они тоже на коротенькой лески такой же дать для вязания шапочек точно также мы вяжем резиночку с со скрещенными лицевыми петлями уже смотрим тоже опять же какая вам нужна будет высота до первого перекрещивания и я наверное провяжу рядочка 2 до этого первого перекрещивания а там хоть хоть один хоть но сразу неудобно на работ перекрещивать при переходе на другие спицы 1 2 5 сколько вам нужно будет рядов чтобы было вот просто ровная резинка без перекрещивания этих я пару рядочков провяжу все провязала я два ряда этими спицами на которые перешла на 27 теперь будем вязать сам узор значит здесь у нас на схеме лицевые скрещенные петли они здесь такой как петелькой до обозначены это у нас и розовым цветом закрашена что было точно понятно это у нас изнаночные петли . и голубым цветом здесь я вот эти перекрещивания отметила зеленым цветом значит мы провязываем лицевую скрещенную изнаночную лицевую скрещенную изнаночную и лицевую скрещенную изнаночную на час самого начала ряда так первая лицевая скрещенная изнаночная 2 лицевая скрещенная изнаночная и 3 лицевая скрещенная изнаночная теперь из следующих следующие лицевые скрещенные будем друг дружки сейчас продвигать с дружим их значит первую лицевую скрещенную мы меняем с изнаночной петлей вторую лицевую скрещенную оставляем по серединке она так у нас идет и третье лицевую скрещенную мы снова меняем с изнаночной подвигаем лицевые в общем друг дружки значит первую лицевую мы оставляем на спицы нить за работой провязываем изнаночную петлю и лицевую возвращаем на левую спицу вот мы поменяли их местами до эти петли 2 провязываем лицевой скрещенной 2 лицевую скрещенную мы провязываем а теперь изнаночную мы оставляем на перекидываем на правую спицу нить перед работой и провязываем лицевую скрещенную все а теперь изнаночную возвращаем за работой да мы ее под подергиваем и возвращаем на эту спицу вот мы их тоже меняем местами и провязываем изнаночную вот они у нас тут соединяются да потом из у нас идет следующий раппорт сначала раппорта мы 3 лицевые скрещенные провязываем между ними изнаночные естественно так теперь снова следующие вот эти вот дорожки до лицевые мы снова друг дружки придвигаем снимаем на эту спицу провязываем изнаночную возвращаем и провязываем средняя лицевая у нас скрещена идет как она шла так она идет никуда не не сдвигается и третью лицевую скрещенную мы тоже смещаем серединке к цен центральной этой петли вот и так мы продолжаем до конца ряда вот эти вот у нас раппорт до из 12 петель первые три петли мы просто оставляем а следующие мы друг дружки сдвигаем все провязали ряд с перед с перекидыванием петель да у нас получилось вот такая штука так теперь следующий ряд мы вяжем по рисунку это у нас 2 до по по схеме лицевые крещи скрещенные мы провязываем лицевыми скрещенными и изнаночные провязываем изнаночными значит тут у нас все без изменений лицевая скрещенная изнаночная вот они три штуки у нас не тронуты ровненькие полосочки идут изнаночная теперь видите снова изнаночная до вместо лицевой скрещенной а здесь три подряд у нас лицевые скрещенные идут раз-два-три и изнаночная 2 даже подряд у нас этот изнаночные так же не местами тут поменялись и так вяжем до конца ряда по рисунку изнаночные изнаночные лицевые скрещенные лицевыми скрещенными все провязали второй ряд схемы теперь вяжем третий ряд снова эти три полосочки оставляем до из лицевых петель и скрещиваем вот эти вот три подряд которые у нас были лицевые скрещенные покажу как можно в одну сторону скрещивать можно в другую я обычно с перехлёстом на левую сторону скрещиваю так первые три провязываем вот эти полосочки до лицевыми скрещенными между ними изнаночные так изнаночные 2 подряд провязали теперь мы будем одну петлю или первую или последнюю впереди ставить до как бы перекрещивать значит первую петлю мы снимаем если мы хотим чтобы перехлёст у нас было в левую сторону первую петлю мы снимаем 2 провязанить за работой 2 провязываем теперь первую эту петлю возвращаем на левую спицу а эти оставляем на правой вот она у нас будет перехлёст на в левую сторону вот теперь снова те три полосочки мы провязываем раз два три 2 изнаночные после них теперь давайте покажу если вы вдруг хотите не в левую сторону да а в правую сторону чтобы вас был перехлёст значит мы первые две петли снимаем зароба за работой да вот нить у нас впереди а мы вот эти вот петельки снимаем первые две так и провязываем третью петлю а теперь за работой подхватываем эти две петли которые мы сняли это возвращаем и провязываем те две вот сейчас провяжу чтобы было немножечко понять не более-менее видите вот у нас перехлёст в правую сторону а это в левую вот как как вам удобно таким убежите мне обычно удобно чтобы в левую сторону был перехлёст и вяжем так до конца ряда вот мы провязали провязали ряд с этими перехлёстами теперь у нас по схеме идет четвертый ряд 4 у нас такой же самый как и 2 мы вяжем по рисунку лицевые скрещенные все лицевыми скрещенными изнаночные изнаночными кожи как и 2 1 лицевая скрещенная 2 3 2 изнаночных и теперь вот эти вот которые мы перед перехлестнули до их провязываем лицевыми скрещенными петлями так дальше вяжем до конца ряда все провязали мы четвертый ряд схемы теперь у нас идет 5 ряд схемы и в пятом ряду мы возвращаем вот эти лицевые наши полосочки по своим местам до чтобы они у нас ровненько снова шли значит первые 3 лицевые петли скрещенные мы оставляем снова на своих местах они у нас как шли ровненько так пока и продолжают эти ровненько 3 изнаночная вот здесь у нас 2 до изнаночные подряд мы одно провязываем а вторую изнаночную вот перед этими лицевыми мы за работой то есть не перед работой а мы ее за работой раз и переставляем на правую спицу не провязывая провязываем теперь одну лицевую скрещенную и возвращаемся за этой изнаночной нашей возвращаем ее на левую спицу и провязываем теперь среднюю вот эту лицевую мы провязываем скрещенную да она у нас как была здесь так и остается а эту мы снова ставим на свое место до меня местами с изнаночной мы снимаем ее перед работой до нить вот за работой у нас идет провязываем и изнаночную и возвращаем эту лицевую на левую спицу меняем их местами и провязываем вот они у нас на своих местах все теперь и остались и снова пойдут ровненько провязываем так до конца ряда все провязан у нас пятый ряд схемы мы вернули все пока не сильно заметно да но какой-то все тут рядышком включена но мы вернули все лицевые скрещены на свои места и снова будем продолжать вязать резинку из лицевых скрещенных и изнаночных я обычно вот после вот этих всех дел вяжу 8 рядов еще вы можете провязать 5 рядов можете провязать там не знаю 12 зависимости от того насколько вы хотите чтобы у вас были вот эти вот перекрещивания да на какой высоте друг от дружки это уже зависит от вашего вкуса я обычно я здесь и на схеме нарисовала да что у меня вот между после вот этого последнего перекрещивания и перед вот этим до между ними меня здесь 8 рядов так что я продолжаю вязать резинку течение 8 рядов 8 рядов резинки и мы с вами увидимся снова все я провязала 8 рядов резинкой один на один до лицевые лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная теперь мы будем вязать дальше по схеме и сейчас у нас будут вот эти вот первые три полосочки раппорта соединяться перекрещиваться я потом снова расходиться точно даже как здесь только вот между ними да вот эти полосочки значит тут у нас сначала сходятся эти крайние две полосочки их центральной да здесь вот мы делаем перекрещивание с изнаночными петлями одну петлю лицевую мы оставляем на спице провязываем изнаночную снимаем со спицы меняем их местами и провязываем лицевую скрещенную центральную петлю мы оставляем здесь и снова меняем местами так чтобы у нас это лицевая получилось на месте этой изнаночной изнаночную за работой до за ниточка впереди нее должна быть провязываем лицевой скрещенную меняем их местами и провязываем изнаночную следующие теперь вот эти у нас три лицевых полосочки до остаются нетронутыми на своих местах 23 все и следом мы вяжем также соединяем вот эти вот полосочки которые у нас были ровные а эти провязываем не трогая их меняем местами лицевую с изнаночной лицевую среднюю оставляем на месте и здесь лицевую с изнаночной тоже меняем местами все и вяжем так до конца ряда так есть провязали мы этот ряд двинули вот эти вот три лицевые дорожки друг другу и дальше следующий ряд вяжем по рисунку изнаночные изнаночными петлями лицевые скрещенные лицевыми скрещенными здесь у нас три подряд уже нет сначала изнаночная будет да потом три подряд лицевых скрещенных перед 2 изнаночных идет не три дорожки лицевых между изнаночными раз два лицевая скрещенная 3 лицевые скрещенные и так далее вяжем по рисунку до конца ряда все довязали мы до конца ряда и теперь вяжется у нас следующий ряд с перехлёстом вот этим вот да вот самым таким основным нашим перехлёстом у кого в правую сторону у меня в левую может у кого-то тоже в левую как у меня сначала у нас изнаночная идет петля теперь первую снимаем да если у вас влево как у меня перехлёст 2 провязываем не меня местами с 1 их эти две провязанные так провязываем все вот у нас есть этот перехлёст и дальше вяжем эти три полосочки лицевых скрещенных вот и следующую точно также делаем перехлёст нужную нам сторону вяжем так до конца ряда все ряд с перехлёстами у нас готов и теперь мы снова вяжем по рисунку после него до изнаночные петли изнаночными лицевые скрещенные лицевыми скрещенными получается 1 у нас все еще изнаночные потом 3 лицевых скрещенных 2 изнаночных и в общем лицевые лицевыми изнаночные изнаночными есть провязали мы ряд по рисунку и теперь в следующем ряду мы будем снова возвращать лицевые в одну полосочку изнаночные тоже в одну полосочку менять их местами первую изнаночную мы снимаем не должна быть перед работой а изнаночная за ниточкой до следующую провязываем лицевой скрещенной изнаночную возвращаем на левую спицу и провязывая меняем их местами до центральная петля у нас никуда не девалась и эти петельки мы тоже меняем местами следующие лицевые дорожки у нас где были там есть провязываются без изменений так и следующую изнаночную перед вот этими у нас тремя лицевыми дамы снова снимаем провязываем лицевую скрещенную возвращаем их меняем местами провязываем центральную лицевую провязываем просто и эти тоже меняем местами все у нас снова резинка 1 на 1 получается все мы вернулись снова резинки один на один дом поменяли их местами эти лицевые с изнаночными у нас теперь снова резинка один на один мы снова вяжем то количество рядов которые у нас тут провязана между вот этими перехлёстами на у меня это восемь рядов у вас там сколько вы захотите себе решите для себя и так мы шахматном порядке делаем вот эти вот перехлёст и до того момента пока мы не решим убавлять делать макушку формировать я обычно для шапок бини провязываю но без убавлений где-то 21 19-21 сантиметр до в зависимости от того какую вы хотите высоты шапочку вот поэтому поехали вязать встретимся у макушки ну что здравствуй макушка мы до тебя добр добрались добавлений до макушки значит здесь я провязала 20 сантиметров шапки я надеюсь мне этого будет достаточно и просто переживаю что мне не хватит пряжи для закрытия провязали 20 сантиметров и теперь мы убавляем делаем убавление не к линиями а будем смотреть по рисунку как нам будет красивее значит у меня здесь 12 рапортов в этой шапке и если я буду убавлять в каждом рапорте по одной петле ну в каждом втором ряду да как мы обычно делаем то у меня как раз будет 12 убавлений в каждом втором ряду то есть это будет соответствовать 2 на 6 к линиям шапки когда мы вяжем 6 клиньев до убавляем 6 линиями шапку то у нас получается в каждом втором ряду мы убавляем по 12 петель но я репетировал с этой шапкой у меня если по одной петли убавлять в каждом рапорте она получается не сильно красиво рисунок смещается не очень так поэтому я буду убавлять петли через один рапорт в каждом втором рапорте я буду убавлять по 2 петли и у меня все равно получится 12 петель за ряд я буду убавлять то есть в шести рапорта до 66 убавляем 6 пропускаю через один давайте покажу чтобы уже было наглядно значит первый у нас рапорт я провязала до того места когда вот здесь вот начинается перехлест и даже я провязала на два ряда больше то есть у меня здесь после вот этих всех перехлёстов да просто обычная резинка один на один но только со скрещенной лицевой не 8 а 10 я решила провязать на пару рядочков больше если там на два-три ряда даже меньше будет него страшного потому что нужно регулировать высоту но пока не переходить перехлёстом до убавления а сейчас мы не переходим и здесь у нас никаких нет перехлёстов правильно здесь мы просто провязываем эти лицевые дорожки раз-два-три лицевые дорожки а здесь у нас по схеме должны быть уже перехлёсты да вот в этих длинненьких дорожках и вместо того чтобы менять местами или вот эту лицевую лицевую и эту изнаночную мы их просто провяжем вместе с наклоном влево то есть мы ее как бы подвигаем вот к этой лицевой петли да и она что так становится рядышком что так но только у нас уже одна изнаночная убрана дальше эту центральную петлю мы провязываем а вот эти петли тоже вместо того чтобы менять местами и чтобы вот эта лицевая была к этой поближе до центральной мы просто их тоже провяжем вместе но уже с наклоном вправо вот сюда чтобы лицевая петля у нас смотрела в эту сторону следующий раппорт у нас идет раппорт из 12 петель правильно следующий раппорт мы провязываем просто резинкой вот один на один не трогая вот это тут не сделает здесь перехлёст просто его провязывать следующий раппорт пропускаем убавление в следующем раппорте и просто его провязываем резинкой один на один так теперь мы подошли к следующему к третьему раппорту третьем раппорте мы снова будем делать убавление значит первые три лицевые дорожки мы провязываем здесь будем делать убавление да вместо того чтобы менять местами эти петли с наклоном влево убавили на лицевую подвинули центральной а здесь наклоном вправо вот они придвинулись и так мы вяжем до конца ряда один раппорт просто провязываем резинкой один на один во втором раппорте делаем убавление так провязали мы первый ряд убавлений теперь следующий ряд мы вяжем без убавлений по рисунку то есть в тех раппортах которых мы делали убавление до в которых мы с эти изнаночные ой в которых мы лицевые дорожки вот они у нас три лицевые петли подряд то есть мы изнаночные вяжем изнаночные лицевые скрещенные мы вяжем лицевыми скрещенными да у нас в этом раппорте идут три лицевых с между ними изнаночные а здесь просто три лицевых вяжем по рисунку этот ряд без убавлений без ничего все провязали мы этот ряд без убавлений теперь у нас следующий ряд идет с убавлениями да мы через один убавляем теперь нам снова нужно будет в через один раппорт убавить по две петли значит идем здесь без изменений да вот эти три нас дорожки лицевые а теперь вот здесь вот где у нас идет перехлёст по схеме у нас от это первая петля должна быть ну если вы вяжете с перехлёстом в левую сторону если в правую то вот эта петля у вас должна как бы с этими двумя поменяться у меня первая петля меняется с вот этими двумя местами до должна меняться но я их возьму и провяжу 3 вместе с наклоном влево потому что я ну потому что у меня везде здесь да наклон влево я могу в принципе ее снять две вот эти провязать лицевые и накрыть вот этой до петли их раз все видите мне как бы рисунок не нарушается что здесь что здесь он идет дальше следующий раппорт мы вяжем без изменений по рисунку изнаночные изнаночными лицевые скрещенные лицевыми скрещенными так раппорт без изменений следующий мы провязали да вот просто резинкой в этом раппорте у нас снова идет убавление первые три лицевые дорожки провязываем 2 3 а теперь снова смотрите если у вас наклон идет вот здесь не в левую сторону а вправо то здесь вы просто провязываете вот так 3 вместе лицевой и у вас вот здесь вот и идет до наклон в правую сторону но мне нужно в левую поэтому я провязываю в эту сторону с наклоном влево 3 вместе то есть у нас две петли убираются до убавляется остается вместо 3 1 и так мы вяжем до конца ряда убавляем через один раппорт есть провязали ряд с убавлениями теперь мы вяжем по рисунку ряд без убавлений есть у нас получается рисунок устраивается снова в резинку один на один 1 изнаночная 1 лицевая скрещенная так мы вяжем до конца ряда провязали мы резинку без убавлений до теперь нам нужно снова убавить 2 петли да вот в этом раппорте в этом еще через один еще через один значит что мы делаем мы сейчас вот эту вот лицевую уберем до с одной изнаночной нам уже нужно две петли выбрать сейчас мы их уберем эти провязываем без изменений это пока не трогаю так вот эти три дорожки провязали а а теперь вот у нас три петли вот эти последние до вот этого раппорта на первого остались мы сейчас из трех делаем одну то есть мы их все возьмем и провяжем сейчас я разверну петли нормально нормальной стороной классической они бабушкины мы эти три петли провяжем вместе изнаночной раз все закончилась у нас эта полоска финишировала 1 следующий раппорт провязываем без изменений резиночка один на один хотите так а теперь у нас снова идет тот раппорт коротенький до который уже стал коротенький в котором нам нужно сделать убавление мы первые три дорожки лицевых петель провязываем с изнаночными без изменений и вот тут у нас вот снова остались три последние петли этого раппорта мы их сейчас быстренько развернем и извиняюсь что вижу не классиками так у меня скорость побольше так и мы провязываем вот эти последние три петли этого раппорта вместе изнаночной вот так мы вяжем до конца ряда теперь у нас в этом раппорте в который мы убавляли остается 6 петель до следующем снова 12 в следующем снова 6 коротенькие в общем через один стали следующий ряд мы вяжем просто по рисунку без убавлений прошлом ряду делали убавление в этом ряду мы не будем делать убавление и у нас просто здесь получается резинка снова один на один есть провязали ряд без убавлений что-то уже маловато петель же натягиваются надо будет переходить на длинную леску так теперь в этом ряду у нас снова должны быть убавления и мы их делаем вот в этой видите полосочки вот она длинненько идет полосочка это получается у нас первый раппорт мы идет у нас без убавлений теперь коротенький да вот этот вот в этом раппорте следующие 12 петлях мы делаем убавление вот в этой длинной полосе провязываем наш коротенький раппорт 6 петель 3 4 5 6 так теперь вот эти вот три лицевых полосочки мы провязываем ровненько без убавления без перехлёстов так изнаночная теперь снова чтобы соедину точно так же как и в этом случае чтобы соединить их друг дружки да мы провяжем вместе лицевую и изнаночную сначала с наклоном влево к центральной петле провязываем центральную петлю а теперь провязываем с наклоном вправо вот они друг дружки присоединились и точно также следующий раппорт из 6 петель мы не трогай теперь из 12 петель мы делаем его короче 2 петли где она у длинная у нас полоска идет да сейчас мы это провяжем и вот мы снова провязываем вместе с наклоном влево до чтобы виду лицевая сверху была не изнаночная центральная петля и снова чтобы лицевая сверху была мы развязываем с наклоном вправо и так мы вяжем до конца ряда все следующий ряд мы вяжем по рисунку без убавлений лицевые скрещенные вяжем лицевыми скрещенными изнаночные вяжем изнаночными так у нас тут резиночка сначала потом три лицевых подряд так вяжем тут рядочка того осталось чуть чуть уже вяжем до конца ряда так провязали мы ряд я тут перешла уже на длинную леску то что же неудобно не затягивают петли провязали мы ряд без убавлений да просто по рисунку так в следующем ряду у нас идут уже убавление снова и точно так же этот первый раппорт мы вяжем просто по рисунку доходим до того места где нам нужно убавлять вот она вот они у нас 3 петли лицевые подряд мы снова с наклоном вправо или влево до зависимости от того в какую сторону у вас здесь наклон у меня влево поэтому я влево их убавляю 3 петли вместе провязывая все я провязала убавила две петли и вяжу дальше таким же самым образом до конца ряда так есть убавили в этом ряду а теперь этот следующий ряд мы вяжем без убавлений просто у нас тут опять же получается резинка один на один здесь мы убавили и здесь получилось изнаночная лицевая изнаночная и так далее вяжем этот ряд без убавлений резинкой один на один при том что лицевая скрещенная у нас не забываем так провязали без убавлений ряды у нас все быстрее быстрее заканчивается все короче и короче получается теперь мы снова убавляем по 2 петли до через раппорт теперь нам нужно вот это вот сделать из этих трех 1 изнаночную вяжем 1 раппорт без изменений резиночкой так здесь теперь доходим до этого места вот она вот у нас вот эта центральная лицевая и 2 изнаночных вокруг нее мы сейчас провяжем их одной в общем изнаночными часа их поверну нужную сторону 3 вместе изнаночные вот так мы их провяжем подхватываем 3 петли провязываем вместе вот и снова у нас получается резинка один на один доходим до следующей и провязываем точно также 3 петли вместе изнаночной вот они у нас эти три петли которые должны стать одной разворачиваем если вяжем бабушкиными вяжем не бабушкиными то вас быстрее это все дело пройдет эти убавления так провязываем месте изнаночной 3 вместе все следующий ряд я уже не буду во время так сильно тратить следующий ряд после этого здесь мы сейчас закончим до этот ряд убавлений следующий ряд вижу вяжем просто резинкой один на один все есть провязали мы ряд сначала с убавлениями да потом без убавлений и снова идет у нас ряд с убавлениями теперь мы выбираем тоже любую полоску вот из трех петель до или эту или вот эту давайте как мы с первого раппорта начинали так и продолжим снова первым раппортом провязываем снова лицевую с изнаночной с наклоном влево центральную лицевую просто провязываем и следующие провязываем лицевую с изнаночной с наклоном вправо чтобы лицевая вот петля у нас была сверху следующий раппорт у нас уже раппортики из 6 5 петель застоят поэтому тут уже и вязать то ничего так пропускаем да вот эту полосочку теперь нам следующая полоска идет в которой мы снова убавляем убавили с наклоном влево центральную без изменений и следующую с наклоном вправо так мы вяжем до конца ряда 6 петель пропускаем следующие 6 петель делаем из них сколько 4 вот в этом ряду значит мы делаем убавление до в этих полосочках вот через одну а следующий ряд вяжем без убавлений по рисунку есть провязали мы снова ряд с убавлением и потом без убавлений по рисунку теперь снова убавляем точно таким же образом как и в предыдущих до провязываем вот эти вот три лицевых петли с наклоном нужную вам сторону у меня это наклон влево 3 петли 1 лицевой вот они убавили следующие 3 лицевые провязываем без изменений следующие снова 3 вместе лицевой и так мы вяжем до конца ряда а следующий ряд снова по рисунку изнаночные изнаночными лицевые скрещенные лицевыми скрещенными все провязали мы ряд с убавлениями без убавлений по рисунку теперь у нас снова ряд с убавлениями и теперь нам нужно будет убавить вот в этих после наших скрещивание да как бы перекрещивание нам нужно вот оставить вместо вот изнаночная лицевая изнаночная нам нужно будет оставить одну изнаночную у нас виде 1 идет лицевая в этом раппорте поэтому мы возьмем уберем маркер и в предыдущем ряду одолжим и одолжим и заберем чушь там одну изнаночную у нас первая была изнаночная и теперь мы уже провяжем часа последнюю разверну изнаночную нужной стороной и теперь мы уже провяжем их вместе одной изнаночной раз все и дальше вяжем точно также 3 эти дорожки лицевых у нас еще пока пока еще остается так а теперь вот снова мы подобрались вот к этому месту где у нас изнаночная лицевая изнаночная теперь нам нужно сделать из них одну изнаночную мы их берем и провязываем одной изнаночной 3 петли так мы вяжем до конца ряда и следующий ряд снова вяжем по рисунку без убавлений все провязали снова ряд с убавлением без убавлений у нас осталось вот по три полосочки последних которые мы будем уже убавлять подряд значит что мы снова сделаем до снова и провязываем 2 2 петли вместе в левую сторону с наклоном 1 центральная две петли вместе с наклоном в правую сторону изнаночная и снова вот и и разделяет только одна изнаночная нам уже не надо никакие раппорта пропускать и снова 2 петли вместе с наклоном влево 1 центральная 2 вместе с наклоном вправо все так мы вяжем до конца ряда каждый получается вот каждый вот эту полосочку провязываем между ними только одна изнаночная следующий ряд мы вяжем по рисунку изнаночные изнаночные лицевые лицевыми скрещенными все провязали мы убавление и ряд без убавлений теперь у нас снова идет ряд с убавлениями 1 изнаночные провязываем а теперь снова в нужную вам сторону делаем с наклоном убавления да у меня с наклоном влево поэтому у меня самая первая петля будет впереди и снова у нас получается резинка один на один петель и резина все мало на спицах и от этого очень неудобно вязать изнаночные между ними 3 вместе изнаночная 3 вместе изнаночная 3 вместе последний раз изнаночная и 3 вместе есть теперь мы не вяжем между ними чтобы у нас не было сильно такой вот здесь вот вытянутой макушечки мы не вяжем ряд без убавлений мы снова можно сразу затянуть кстати здесь в этой шапочке петли наверное так и делаю здесь в этом случае если у вас более толстая пряжа я не советую много петель здесь оставлять еще сделать в следующем сразу еду после убавлений по 2 вместе провязать сколько там раз здесь 12 петель у нас осталось и останется тогда 6 петель так как у меня пряжа не сильно толстая я бы сказала тонкая даже то я могу наверное оставить и 12 петелек на спицах значит провязываем первую петлю этот можем маркер уже убирать будем затягивать макушку провязываем первую петлю лицевой и возвращаем ее на спицу теперь следующую петельку подтягиваем и накрываем как бы ею вот эту первую нашу петлю которую мы первую провязали протянули следующую петлю подтягиваем только аккуратно если у вас пряжа такая не сильно крепкая то аккуратненько вытягиваете потому что в нем же не раз приходилось распускать и перевязывать снова на деле эту петельку да на эту снова подтянули и накрыли так тихо вот она у нас это первая петля до следующую петлю мы снова подтягиваем накрываем подтягиваем накрываем так все петли до последней пока у нас не останется вот эта первая петля последние штрихи все вот она осталась у нас это первая петля мы ее вытягиваем тоже аккуратненько ниточка не порвалась если допустим вас там ровница или твит чтобы она выдержала это испытание все я нас поздравляю наша шапка готова теперь ее осталось постирать видите макушка такая более-менее не сжатая вот здесь вот немножечко торчат эти уголочки где мы убирали по две петли но если пряжа у вас натуральная то она после стирки становится послушнее ложится как как ей надо поэтому это дело у нас торчать не будет все шапка готова ура ждем холодов такая макушка получилась вот такая все поздравляю хвастайтесь своими хвастайтесь своими шапками мне будет очень приятно